Добрый совет. Какие инженерные расчеты должны быть выполнены? Видишь, конструкция нависающая. Опытным взглядом инженера Олег Каноненко сразу оценивает сложность купола стадиона. Ведь до того, как стать космонавтом, он 6 лет проработал в конструкторском бюро завода «Прогресс». Оглядывая сверху весь стадион, Каноненко сравнивает его по масштабам со стартовой площадкой для ракет. Оказывается, у футболистов и космонавтов больше общего, чем кажется на первый взгляд. Полет в космос для космонавта, конечно, вершина. Вершина его подготовки, вершина его труда. Я думаю, у спортсменов. Для кого-то этот чемпионат мира может быть единственным. Конечно, человек будет вкладывать все свои силы, все свои возможности, чтобы этот чемпионат не пропустить, попасть в национальную сборную. Когда посол чемпионата мира был здесь год назад, стадион выглядел совершенно иначе. К сооружению куполы еще даже не приступали и не было трибун. Сейчас они готовы почти на 100%. Мы находимся на высоте почти 35 метров. Отсюда поле как на ладони. А дело в том, что трибуны спроектированы так, что из каждой ее точки смотреть за игрой будет удобно. Но гораздо интереснее взглянуть наверх. Это купол. Он готов сейчас больше, чем наполовину. Купол состоит из огромных металлических конструкций. Это консоли. Так вот, одну треть такой консоли здесь устанавливают за два с половиной дня. А все потому, что работает. Две тысячи человек. В июне на стадионе займутся полем. Начнут укладывать коммуникации. Дренаж, полив, подогрев. И уже этим летом поле засеют травой. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События.